Здравствуйте все участники нашего семинара по тестированию программного обеспечения. И мы начинаем такой курс. Под надписью Welcome мы видим portnov.com.ru Это страничка в интернете, на которой мы будем вывешивать записанные видео и все материалы, которые по ходу курса будут возникать. И мы хотим, чтобы люди, которые далеки от тестирования программного обеспечения, поняли, что это за предмет. Такой не вообще предмет, а как профессиональная область. Потому что это относительно новая профессия. И есть люди, которые слышали, но не знают. Есть люди, которые даже не слышали, но может быть им было бы интересно. Вот такая у нас задача. Мы не рассчитываем на программисты, на какого-то айтишника, на очень грамотного человека из области айти. Мы хотим помочь определить людям с выбором профессии, потому что те, кто в поиске, для них это может быть полезным. И, собственно, для них это и делается. Кроме того, мы хотим создать ресурс. То есть вот те видео, которые мы запишем, вебинары, те ресурсы, которые мы видите там, файлов, книжек, я не знаю там, чего еще соберем. Вот это все будет потом использоваться. Мы не ставим такой задачи, чтобы за те 10 занятий, которые у нас в курсе есть, человек пошел и начал работать по профессии тестера программного обеспечения. Хотя, безусловно, люди, которые более подготовленные и которые сильно мотивированы, наверное, могли бы, и я не сомневаюсь, что кто-то из тех, кто посмотрит вот этот наш курс, пойдет и найдет работу. В общем, хотя это не является задачей. Задача определиться с тем, что это, понять, что за профессия, и сказать себе, я хочу углубиться и знать больше, или сказать себе, пожалуй, я не буду этим заниматься. Вот мы так себе задачу формулируем. Значит, курс рассчитан на новичков. Это значит, что программирование знать не нужно. Во всяком случае, в нашем курсе мы не будем никак опираться на знание программирования. Но нужно быть хорошим пользователем, потому что человек, который не имеет пользовательских навыков, он не может тестером толком быть. Высшее образование желательно, не обязательно техническое. Так, как бы, если вопрос возникает, а если у меня нет высшего образования, ну, как бы, катастрофы нет, но вот желательно. Минимальное владение английским языком подразумевается не в том смысле, что мы будем говорить по-английски, мы учим, специально делаем этот курс, чтобы вести его на русском языке. Но поскольку этот курс, как бы, родился и преподается в Силиконовой долине, и я последние лет 15 по-русски-то ничего этого и не рассказывал, Поэтому какие-то термины, и кроме того, мы будем некоторую документацию производить, производить будем на английском, потому что, как бы, основная ценность того, что я делаю, я думаю, в этом курсе, состоит в том, чтобы показать, как тестирование происходит в Силиконовой долине, в Соединенных Штатах в целом. И для тех, кто, может быть, как-то планирует работать в Соединенных Штатах, или для тех, кто планирует или уже работает на офшорных проектах, которые по всему миру, и там происходит общение на английском языке. То есть, вот мы в какой-то степени будем немножко касаться английского. Единственное, что я обещаю, что ни одного непонятного слова там, или предложения, или чего-то такого там не будет. То есть, я все это переведу, и объясню, и продублирую на русском языке. Немножко истории. Мы всегда начинаем этот курс с исторического такого аспекта, потому что это помогает понять, что сегодня происходит. Без этого сложнее. Значит, начинается это с меня, потому что я создатель школы, она называется Портнов Computer School. Портнов — это моя фамилия. И я закончил институт связи в Москве, это было в 78-м году. А потом я закончил математический факультет в Твери, тогда это называлось город Калинин, Калининский госуниверситет по математике. И я еще учился в аспирантуре, в Академии педагогических наук, потому что, поработав инженером, разработчиком аппаратуры связи цифровой, я работал последние несколько лет по методам быстрого обучения, интенсивного обучения. Я был разработчиком методов интенсивного обучения и кое-что понял в этом смысле, вот, как учить быстро. А семья наша приехала в Соединенные Штаты, это был ноябрь, самый конец ноября, начало декабря 1990 года. И я такой оказался, как бы, деклассированный элемент, да, потому что, значит, разработкой электроники я не занимался, пока занимался педагогическими вопросами. А попал в Соединенные Штаты, как раз рецессия была, и толком непонятно было, чем заниматься. Я еще по-английски был нездоров, изучал всю жизнь немецкий язык, так получилось. И поначалу я преподавал. Это такая, знаете, интересная дилемма бывает у образованных эмигрантов, они не знают, что для начала делать. То ли пойти поучиться, то ли пойти попреподавать. Вот мне так довелось сначала попреподавать. Я странные вещи преподавал, околокомпьютерные. Но у хорошей, как бы, такой идеи, которая ни к чему не ведет, правда, есть хорошее продолжение. Если она сбывается, и ты начинаешь сам понимать, что ты зря это делаешь, вот тогда у тебя появляется возможность идти дальше. Потому что, когда тебе не дают сделать то, что ты хочешь, ты начинаешь переживать и пытаться как-то задержаться в этой области. Я довольно быстро понял, что мне не хочется делать то, что я думал, я буду делать. И встал вопрос о том, как жить дальше. И товарищ по Тверскому университету меня привел в компанию, где он тогда работал. Он мне до этого дал книжку по Си прочитать. А я вообще-то когда-то там мегапроцессоры программировал, и мне это было очень, ну, близко показалось. И я очень так вдохновился. Он привел меня в компанию, она называлась Portfolio Technologies. Они делали продукт, который конкурировал, вот, те из вас, кто знает, что такое Lotus Notes, вот, может быть, немножко с этим. И это было под Windows 3.1 еще в те годы. И они мне говорят, чем ты хочешь заниматься? Я говорю, так вот же ж программировать. Я вот ИСИ там изучал. Ну и они говорят, а будешь тестировать? Я говорю, конечно. Я не знаю, что вы имеете в виду, в принципе, но, ну, конечно, почему нет? И вот так они меня взяли. Первые три месяца платили тысячу долларов в месяц. Это как бы стипендия такая, даже не знаю, как таким учеником, что ли. Ну и потом они мне положили, это была постоянная позиция, это было 28 тысяч в год. Я просто, чтобы вам было понятно, что такое 28 тысяч в год в 92-м году, в конце. Значит, это программисты, которые, ну, скажем, 5-7 лет работали, они тогда получали что-нибудь 1042, 42, 45, 48. У нас там был парень один, он получал 60 тысяч, но ему было 40 лет, и он был кандидатом наук, как раз по компьютерным дисциплинам. У него было PHD по компьютерному санкции. И вот я начал работать, и первая моя мысль была такая, что нужно найти как бы сотоварищей по профессии. И я начал спрашивать тех, кого я знал, а я знал много людей из института связи, и они в основном-то как раз работали именно программистами, не электронщиками. И они мне говорят, Миша, а какие тестеры, зачем нам тестеры? Вот мы впишем код, мы его тестируем, мы же не можем сказать, что он работает без того, чтобы протестируем. Ну, зачем тестеры? И я немножко разволновался и пошел разговаривать с вице-президентом по техническим вопросам вот в этой компании. И я ему говорю, слушай, а вот дальше-то что будет? Ну, вот я там тестер, а что впереди? Он говорит, ну вот поработаешь у нас лет пять, и если все будет хорошо, вот может быть даже тысяч до сорока там запрыгаешься с двадцати восьми. И ребята, которые там слышали, они мне говорят, Миша даже не... ну что ты, он абсолютно нереалистичный человек, он не знает, о чем говорит, не слушай. Так много тестер не может зарабатывать. И компания эта развалилась, не до конца, но так до хорошего увольнения массового. Буквально месяцев через восемь, как я туда пришел. А работал я очень много. Я приходил, вот ребенка в школу отводишь с утра, ну где-нибудь в восемь-пятнадцать утра я уже там, и где-нибудь часов до девяти вечера сидишь, стараешься там что-то понять, там выучить и так далее. И вот развалилась. Казалось, что вообще там жизнь кончилась, но я начал искать работу, а в то время, вот представьте себе, что это апрель девяносто третьего года, интернета нет. Была газета на местности, одна единственная, вот где печатали объявления, я взял газету, и за неделю послал пять объявлений. Вот было пять резюмеров, было пять объявлений. Я еще такой был, как бы технологически продвинутый человек, я купил факс-машину, в то время все в конвертах славят. Я купил факс-машину, и вот быстренько так вот посылал прямо сразу. За неделю, значит, я послал пять резюме, у меня было два интервью, и на одном мне дали работу. Это было уже не 28 тысяч, а 36, и это был мультимедийный стартап, вот это Test Drive Corporation. И они, что делали, они такую технологию имели, которая позволяет установить софтвер некоторым образом на CD-ROM, и попробовать там три-четыре попытки делать его запустить, и посмотреть, если нравится, можно прямо с этого CD-ROM его купить, он установится. Ну такая вот, вот некоторая патентованная технология у них была. И тогда на этот CD-ROM несчастный можно было поставить там и 50, и 60, и иногда больше разных программных продуктов. А люди покупали компьютеры, тогда очень увеличивалось, росло быстро количество продаваемых компьютеров каждый год. Ну и вот они покупают, а что с ним делать, туда вставить нечего в этот CD-ROM Drive. Очень много было компаний в тот момент, был настоящий мультимедийный бум. Каждый день создавались компании, которые что-нибудь такое пытались впихнуть на CD-ROM. Там работы Шекспира, там фотографии, там зоопарка, там еще что-то такого плана. И мультимедийный бум на самом деле обрушился очень катастрофично, но никто не заметил, потому что в это время уже интернетовский бум набирал обороты. Но из сотен компаний, может быть, осталось полтора-два десятка. И в этой компании они были очень успешны. Их основал человек, который был в первой десятке сотрудников Apple. Это был уже седьмой стартап, который он сделал и продал. Он его продал, и там произошла переструктуризация. Но до этого меня успели поднять до 40 тысяч, и там все было замечательно. Ну и потом сократили все это тестирование, так получилось. Они поменяли технологическую цепочку. Я пошел снова на рынок, и это было через год. Это был где-то апрель-май уже 1994-го. И картина была невероятная, потому что каждый день было уже два десятка объявлений. Это не пять за неделю, а двадцать в день. И у меня было масса интервью и несколько оферов. И в итоге я взял офер из Борланда, потому что Борланд по тем временам был третьей компанией по продажам софтвора. Это была такая совершенно легендарная сказочная контора. Тогда еще Майкрософт не был тем, что он стал через несколько лет. Так что в Борланде я начал заниматься автоматическим тестированием очень серьезным. И когда я работал в Борланде, я понял, что надо что-то сделать, потому что тогда была рецессия, и была массовая эмиграция из стран бывшего СССР. Приезжало много людей с образованием, как правило, или без языка, или с плохим языком. Но очень хороший, симпатичный народ был. И они все маялись, и болтались, и вот на Велфере, и страдали чрезвычайно от невостребованности. И просто я уже увидел, что такое происходит, и я понял, что я не могу это в себе держать. И вот началась школа наша, Портнов Компьютер Скулл, которая, первый набор у нас начался в августе, это было 20 августа 1994 года, и, ну, дальше я еще в нескольких местах работал, и я и менеджером был, и в легендарном стартапе работал, который называется Broadvision. Они были второй компанией, которые вышли в паблик, интернет-компании. Первый был Netscape, они вышли в апреле 1996, а Broadvision был второй, и они вышли в июле 1996, по 7 долларов за акцию, и через 4 года они там уже были где-то 750, с учетом всех их сплитов. Это была легендарная совершенно контора, но я из нее относительно быстро ушел, я там долго не проработал, потому что школа так быстро набирала обороты, что я уже не мог совмещать, нужно было решать, как жить дальше. Так вот, к чему я это рассказываю? К тому, чтобы вы понимали, что профессия тестера программного обеспечения относительно молодая. До где-то 90-х годов в основном пользователи были очень продвинутые люди, и если что-то было не так, ну, они там писали письмецо, или звонили, им там высылали дискетку, чтобы перевосстановить с починенными ошибками, вот так это все происходило. Но в начале 90-х, если бы вы глянули на статистику, сколько продавали писишек, вы бы увидели, что вот каждый год удваивалось. И за несколько лет возникла армия людей, которые абсолютно не готовы ничего тестировать и никому ни о чем сообщать. Они платят 30, 40, 50 долларов там за какой-то софтвер, и хотят, чтобы работало. И в этот момент появилось так много разных компаний, что, да, и зарплаты росли тогда очень сильно у программистов, у тестеров, что есть выбор. В общем, он взял коробку, ему не понравилось, он ее вернул, взял другую. И каждый раз, когда он ее вернул, это убытки, надо заново все это там перепаковывать. Поэтому тестирование ушло внутрь самих компаний. И вот мы начали в 94-м в августе, и я могу сказать, что где-то года до 98-го, включительно, большинство наших выпускников, это были люди, первые буквально тестеры, нанятые в компаниях, где они работали. Не все, но большинство. А уже где-то с 99-го, с 2000-го стало как бы общим местом. И, ну, странно видеть компанию, допустим, уже где тестеров нет. Хотя меняется очень сильно пропорция. В принципе, вы можете как бы тоже сами догадаться. И достаточно очевидно, что если софтвер, например, удваивается в сложности своей, то, например, тестирование вот этого софтвера, оно уже там утраивается и учетверяется, потому что гораздо больше всевозможных сочетаний того, что нужно протестировать. Кроме того, вот этот мир вебовских аппликаций по сравнению с тем, что происходило под Windows, там все быстрее происходит. И если, допустим, Windows какой-то продукт, там, может быть, раз в полгода делали новую версию, то здесь это, может быть, и раз в неделю, ну, не полностью, конечно, но какие-то изменения вносятся и тут же подгружаются на сервер, тут же все это, значит, люди могут использовать. Поэтому времени на тестирование меньше, частота, с которой все это происходит, она выше. Плюс разработка софтвера разъехалась по всему миру. Если раньше это было более-менее в Соединенных Штатах и какая-то культура такая еще, ну, сложившаяся была, то сейчас это разъехалось по всему миру. Там уже Индия, Бразилия, Китай, там, бывший СССР. И люди, которые как бы из другой культуры совсем, то есть за ними надо тоже какие-то вещи делать, которые раньше, допустим, они сами собой происходили. Поэтому профессия растет, пропорция тестеров по отношению к программистам тоже растет. И, в общем, я помню столько, сколько наша школа существует с 94-го года, я слышал разговоры, что вот скоро роботы будут это делать или там... Ну, скоро вообще не нужно будет тестеров, вот пока что тенденция обратная, все идет в другую сторону. У нас все больше и больше тестеров на одного девелопера, на одного программиста. Теперь мы смотрим вот что. И в 94-м году, когда мы начали эту школу, и сегодня, в 2001-м, который заканчивается, есть примерно та же уникальность профессии тестера программного обеспечения с точки зрения смены профессии. Вот в эмиграции, наверное, во многих странах, так сказать, на переломе судьбы тоже многим людям приходится менять профессию. Но в эмиграции это особенно актуально. Еще и с языком связано, и еще связано с тем, что во многих профессиях, даже где есть работа, процесс получения лицензии, сертификатов и так далее, в собственной профессии настолько сложные, что проще иногда выучиться на другую. Поэтому эмиграция как бы естественным образом подталкивает людей к тому, чтобы менять профессию. Так вот, в этом итог и в этом смысле. Мы говорим, что профессия тестера абсолютно уникальна. Я вот с 94-го года смотрю на все другие, какие есть вокруг, и не получается найти ничего похожего. Во-первых, возраст не так критичен. Мы говорим об американском рынке, я не могу говорить о китайском, монгольском или там, я не знаю, еще каком-то, но вот у нас так. Возраст не так критичен. То есть, если мы представим себе, что человек, ему 45 лет, и он там был бухгалтером, и он захочет стать Java-девелопером, у него очень такие смутные перспективы. Я не хочу сказать, что это в принципе невозможно, особенно в такой экономике, как сейчас. Вот у нас сейчас самый лучший рынок по IT-профессиям со времен обвала интернет-бума, вот тогда в конец 2000-го, начало 2001-го. То есть, в такое время как бы можно многое делать, чего нельзя делать в обычное время. Но даже если вдруг там 3% этих бухгалтеров удалось переучиться, жалкое зрелище, потому что они должны соревноваться с ребятами, которые вдвое моложе, и которые в 10 раз более продуктивны. И очень трудно вот это все, так сказать, пережить такое счастье. В тестировании это достаточно обычное дело. То есть, ну, я могу сказать, что и за 50 частенько бывало. Вот к нам месяц назад пришла комиссия из государства, так назовем. Они нам посылают студентов, которые теряют работу. И вот они пришли и говорят, мы на вас тут статистику подбивали, и у меня уже внутри там все опустилось, думаю, что они там про нас. И они говорят, мы вам в прошлом году послали 16 человек старше 50 лет, и все работают. Ну, в общем, да. То есть, этим нельзя удивить никого. Это не то, чтобы просто, это не то, что, знаете, там, пришел, увидел, победил. Но это возможно. В отличие от практически любой другой ниши на IT-рынке, не обязательно иметь образование в IT. Значит, почему это происходит? Потому что есть такое тестирование, где достаточно просто иметь хорошие пользовательские навыки. Допустим, у нас есть банк, и в этом банке вот тестируется пользовательский интерфейс. Вы должны открыть счет, там, закрыть счет, положить деньги, перевести деньги и так далее. Ну, вот, надо быть пользователем. Или еще более такой пользовательский магазин, онлайновый магазин. Уже не важно, чем он там торгует. Ну, вот, там, чит-каталог, там нужно делать поиск, там есть операции с кредитными картами, там еще что-то. Вот тут тоже там тестируется. Очень многие продукты тестируются вот в такой перспективе. Людьми, которые вообще с улицы, но вот приходят в City College, там, где, ну, ребятишки, там, 17, 18, 19 лет, и бешают на доске объявлений, там, такое же, ну, приходите, вот они приходят, там, 12, 14, 15 долларов в час. Вот они тестируют. То есть очень многие тестеры, они, в принципе, собственно, ничего такого и не знают за пределами того, что они хорошие пользователи. Если мы смотрим на людей с высшим образованием, которые работали по профессиям, требующим высшего образования, то есть переносимые навыки. Вот то, что мы называем transferable skills. Допустим, это инженер-механик, или там, я не знаю, химик, или кто он там есть, он работает с документацией. И пишет документацию, и он работает с требованиями, спецификацией, вот этими всеми вещами. Да у нас то же самое, это все переносимо. Это не то, что его надо заново учить. Кроме того, даже вот, если бухгалтер, вот бухгалтер делает расчеты какие-то. Он же должен проверить, что он там насчитал. Если он не будет аккуратно проверять себя, что он делает, ничего же не получится. Мы все тестеры. Мы не то, что вот нас надо учить, мы все тестеры. Нас надо немножко адаптировать к какой-то другой области. Поэтому есть очень много переносимых навыков. Мы не учим тестирование, мы его как бы вспоминаем, да, тестирование программного обеспечения. Знание предметной области иногда помогает людям найти работу. Вот у нас, например, был товарищ один, ему было 56 лет, и он был инженером-механиком с 35-летним опытом. Его взяли, первая его работа была в компании Autodesk. Они делают Autocad, такой чертежный инструмент. Вот он специфически тестировал распечатку чертежей. И вы можете быть кандидатом в наук, доктором, я не знаю кем, академиком по Computer Science. Это вам не поможет читать сложные большие чертежи размером с полстены. Поэтому вот он это делал. Есть очень много людей, которые получают первую работу от того, что, допустим, языки какие-то знают. Вот у нас, скажем, на нашем рынке очень ходовые. Это испанские, это японские, французские, немецкие, даже русские. Вот у нас девочка работала, она в Гугле тестирует украинскую версию Гугла. Она была журналистом на украинском языке, когда-то в Харькове. Поэтому самые разные вещи, которые у нас в жизни уже есть, и мы думаем, что они никакой ценности не представляют, когда ты в IT переходишь. В тестирование представляют. Софтвер всегда делается для чего-то. Либо это для развлечений, конечно, как игрушки какие-то. Но вот наши студенты не тестируют игры. Наши студенты тестируют что-то более прикладное. Либо это профессиональное, либо это, как сейчас пошли социальные сети, вот такой софтвер. Достаточно высокая оплата труда у тестеров. Тестер не получает так много, как получает программист. Но он получает не намного меньше. Вот, допустим, в Соединенных Штатах тестер получает, ну, может быть, 80-85% того, что получает программист. Но, если вот посмотреть, сколько на одну калорию затраченной энергии, кто сколько получает, тестер получает гораздо больше, чем программист. Потому что он знает в 100 раз меньше, у него ответственности в 1000 раз меньше, стресса намного меньше. И вот он получает всего там на 15-20% меньше. Смешно. У нас это повсеместно востребовано. В Соединенных Штатах практически, ну, в любом мегаполисе есть такая работа. И я понимаю, что сейчас и, допустим, в странах бывшего СССР тоже, поскольку очень большой аутсорсинг, я знаю очень много городов, где есть работа, и у нас онлайновые студенты оттуда есть. И просто приезжают ребята, которые уже поработали, тестеры. В университетах нет такой программы, что ли, где дают там бакалавры или мастера по тестированию. Конечно, тестирование это под множество компьютер-сайенс, и все это понятно. Но, тем не менее, нам не приходится конкурировать с людьми, которые имеют специфические образования в тестировании. И, в принципе, если на эту тему задуматься, то, скажем, получить больше, чем ребята у нас получают на нашем курсе в силиконовой долине, где они три месяца учатся и потом три месяца на практику, еще мы их посылаем, так ничего сравнимого нет, даже близко. То есть, как бы, я не хочу сказать, что мы что-то сильно большое делаем в этой области. Мы делаем достаточно, чтобы получить работу мы, собственно, и не претендуем на что-то большее, чем это. Это относительно просто в изучении. Я не хочу сказать, что любой человек, который, допустим, откуда-то упал, например, вот он может прийти и стать тестером, и я очень далек от этого. Я хочу сказать, что всякий человек разумный, мотивированный, готовый потратить какое-то время и усилия, он, в общем-то, в состоянии это сделать. Я не хочу сказать, что это можно сделать за месяц, три или шесть. Кто-то сделает за месяц, кто-то сделает за три, кто-то сделает за шесть. Я считаю, что с точки зрения перемены профессии не имеет никакого значения, это было месяц, три или шесть. Потому что попробуйте стать инженером-химиком, если вы вообще никогда не имели отношения к химии. Попробуйте стать инженером-механиком, если вы никогда не были инженером-механиком. Вот с этих позиций я осужу. можно быстро начать работать вот у нас тут на местности ребята которые к нам приходят где-то я обычно так от трех до шести месяцев у них занимает бывает чуть больше бывает чуть меньше но вот это как бы основной такой диапазон и эта профессия которая в разных странах существует у нас приезжали ребята учились из израиля из англии или из канады очень много и из мексики вот были там ребята поэтому сейчас во всем мире такое есть и в онлайновом классе у меня сейчас там из финляндии из англии люди поэтому где бы ты ни жил вот есть такая профессия с которой можно и жить и путешествовать и зарабатывать и так далее так что у нас дальше что делает тестер мы тогда начнем вот с чего что такое тестирование и в самом простом таком варианте в самом самом что ни на есть первом приближении мы скажем так тестирование это сравнение реального программного продукта с тем программным продуктом который был задуман и вот как бы вы ищем вот эту разницу между тем что должно быть и тем что есть как это происходит во первых мы должны значит что собственно ожидалось до для этого идет такой процесс мы изучаем требования спецификации все возможные стандарты там и так далее мы делаем какое-то тестирование изначально и такой вот тут у меня по-английски это написано то я надеюсь что понятно вот значит изучаем продукт learning the product ad hoc и exploratory мы сейчас с ad hoc и exploratory немножко подразберемся значит exploratory это такой вид тестирования как бы изучательный такой да где есть три компонента вот есть планирование то есть мы говорим а они сделать ли нам вот это дальше мы это делаем мы исполняем и третье мы говорим смотри-ка что же у нас получилось то давай-ка значит какие-то выводы делаются и нас но на основании этого мы снова что-то планируем снова что-то делаем и снова что-то узнаем ad hoc это подмножество упрощенная форма вот этого exploratory testing ad hoc это по латыни как бы такой бессистемность такая в америке некоторые люди говорят что ad hoc это monkey testing есть такой термин monkey testing это сленг все-таки monkey testing это когда уж совсем мозгов нет здесь не совсем так вот все эти три момента и планирования и исполнения и изучения они происходят одновременно во времени но они имеют место быть обезьяны не может планировать и она не может задним числом сказать надо же что что у меня такое получилось вот у нее этого нет она реагирует на какое-то мгновенное нечто все-таки ad hoc testing это человеческое тестирование это не не обезьяне так вот мы изучаем какие-то требования дальше мы руками начинаем делать некоторые люди называют это играть software play with software application значит вот мы так как-то с ним ad hoc exploratory это позволяет нам что-то узнать что-то понять когда мы что-то узнали что-то поняли у нас появляется возможность документировать то что мы поняли мы пишем вот мы здесь говорим тест кейсы тест кейс вот как бы на сегодняшний момент для нас это минимальный такой документ в тестировании который имеет только один компонент где мы говорим получилось не получилось пас фэйл да значит тест кейс прошел тест кейс не прошел если там можно в двух местах уткнуться в то что получилось не получилось то нужно два тест кейс тогда это не совсем тест кейс так вот конечно тест документации много разные но вот тест кейс мы знаем что мы делаем мы так немножко поняли и мы начинаем тест кейсами описывать как тестировать дальше что мы делаем когда у нас есть тест кейсы вообще тест документация в более широком смысле я бы не хотел так сужать когда у нас есть тест документация мы можем выполнять то что там есть вот это хорошо например отдать кому-то вот там практикантам или там в другую страну куда-нибудь вот там отдать и они будут запускать там тест кейс это называется structure структурированная тестирование structure structure это значит что мы идем по процедуре это противоположность ad hoc ad hoc это вообще никакой процедура нет а здесь вот есть четкая процедура мы выполняем тест кейсы кроме того если у нас есть тест кейсы мы можем попытаться заменить человека который выполняет эти тест кейсы автоматическими какими-то инструментами и вот есть отдельная область такая в тестировании программного обеспечения для тех кто любит кодировать или допустим у него образование или прошлый опыт с этим как-то связаны они обычно очень легко и естественно входят вот в эту часть значит автоматизируется с тем чтобы заменить человека как правило автоматизируется такие виды тестирования которые повторяются часто вот мы написали тест а дальше можем каждый день там или там может быть несколько раз в неделю этот тест запускать специфика автоматического тестирования состоит в том что во первых есть виды тестирования которые вручную сделать нельзя ну просто нельзя вот допустим если мне нужно симулировать деятельность разных пользователей одновременно что-то делать я не могу сам значит мне нужно поставить несколько компьютеров и запустить на них какие-то разные автоматические тесты они будут друг другом как-то взаимодействовать так вот это раз то что вручную не сделать второе есть вещи которые очень быстро происходят когда в руки когда делаются автоматически например если мне вручную нужно 8 часов и я полный рабочий день и сижу то автоматический тест то же самое если у меня есть такой тест он может быть сделает за 20 минут может быть даже за 15 я могу уйти домой и поставить этот тест на ночь и он будет там гонять что-то и тогда это не обязательно функциональное тестирование когда мы смотрим правильно работает софта это может быть тестирование нагрузочное когда мы смотрим как сервер себя ведет под нагрузкой там и тогда так вот мы пишем документацию мы выполняем документацию мы когда находим ошибки мы описываем эти ошибки и я так ну в шутку может быть немножко но я так рассказываю что вот в софтвере очень очень много ошибок багов вот эти баги это жучки дословно если переводить вот такие жучки вот там живут эти жучки жучки в софтвере и они смотрят на вас на тестеров и они говорят смотри-ка какой-то неважный тестер да ага не очень хороший а вот говорит а вот это смотри какой хороший тестер каждый баг хочет чтобы его хороший тестер отрапортовал пойти никакой радости нет чтобы тебя какой странный человек там о тебе сообщал и вот они когда видят что тестер хороший они сразу вылезают и говорят меня меня отрапортуй вот вы когда будете хорошими тестерами на вас эти баги будут сыпаться как из ведра их там немерено и конца края нету так вот часть работы тестера это описывать эти ошибки так что чтобы программисту было понятно о чем речь на самом деле мы помогаем программисту мы не решаем что починить и в каком порядке но мы описываем проблему так чтобы людям было понятно в каком порядке они хотят это починить что вообще может быть и и не станут чем ну и когда программист нам говорит что ошибка исправлена мы должны пойти и посмотреть насколько она исправлена есть некая вероятность того что они ну как бы не до конца починили есть еще вероятность что они по ходу дела что-то сломали это отдельно тоже надо выполнять такую работу мы к этому подойдем сегодня таким образом мы идем дальше и кто-то просил там из участников семинара на форуме говорят расскажите про рабочий день тестера ну вот я думаю что если рассказывать про рабочий день тестера то мы сейчас в правильный в правильном моменте находимся и так вот вы пришли на работу ну подошли к компьютеру посмотрели что там пришло за ночь за ночь может много чего прийти потому что есть люди которые ночью тоже работают они могут работать в другой стране вот скажем вот мы здесь работаем а ребята в индии в китае там в россии они в это время что-то делали пока мы спали сделали новый релиз мы пошли посмотрели значит вот с утра митинги обычно бывают это целая система я не хочу сильно вас нагружать данный момент какие бывают митинги и в каких обстоятельствах но вот обсудили что-то митинги не бывает что каждый день в каких-то вот случаях но в общем там в более спокойной обстановке скажем там пару митингов в неделю с утречка поучаствовал митинги пошел с документации поработал потому что все время какие-то новые функциональности добавляются все время какие-то технические решения применяют принимаются вот надо с ними поработать соответствии с этим что-то новенькое там значит пошел поменял документацию или новую написал чего-то не хватало по ходу дела на тебя упало несколько ошибок значит надо их рапортовать получил новую версию продукта вот пришел имейл говорят ребята новый новый релиз все переходим на новый релиз пошел установил новый релиз не обязательно каждый день это происходит это может быть там раз в неделю значит установил софтвор потом может быть у вас есть автоматический какой-то тест который которым вы пользуетесь вы его запустили он в паре мест что-то у него не получилось значит либо это софтвор и с неисправностями значит вы написали баг-репорт либо что-то изменилось софтворе и ваш скрипт не знал об этом значит вы пошли поменяли скрипт ну вот да смотрите в вашей системе как как вам баг-трекинг-дейтабейс значит база данных где ошибки учитываются там вот вам говорят что в этом в этой версии продукта исправлены вот такие такие то ошибки выгодите надо же и идете значит посмотреть действительно ли исправлено но как правило есть какой какой-то обмен то есть что-то вы должны пометить что исправлено что-то вы начинаете вступать в отношения с программистом что она не совсем исправленное выясняется что он вас не так поняла или вы его не так поняли то есть работа тестера на самом деле подразумевает общение и там много разных как бы участников этого общения но в общем то и с программистами мы общаемся и с бизнес-аналистами там где есть и с техникал саппорт потому что они нам сбрасывают частенько то что там происходит у них на их стороне вот и значит какие-то новые элементы сюда добавляются значит вы идете их тестируете ну вот я на самом деле свел воедино такие виды деятельности которые в одном дне редко бывают но просто бывает что сидишь там неделю и делаешь автоматизацию или сидишь там две недели делаешь документацию или там сидишь три месяца и по 12 часов в день просто тестируешь вот и ни на что больше у тебя сил нет поэтому я уж так попытался немножко обобщить есть на самом деле такой типичный вопрос на интервью говорят но вот ты там работал в такой-то компании да но вот расскажи как какой тебя там типичный рабочий день вот в этой компании это как бы такой хороший вопрос на самом деле что мы будем изучать у нас 10 занятий и мы будем изучать методологию тестирования программного обеспечения то есть процесс разработки какие в нем есть этапы что тестеры делают на каждом этапе терминология вот это как бы то что мы включаем это понятие для этого курса мы будем тестировать пользовательский интерфейс почему потому что это как бы нехитрая наука там очень много ошибок и это позволяет человеку очень быстро влиться как бы в ряды тестеров то есть мы может быть не знаем как там работает чего но зато мы знаем как должно выглядеть и в том как должно выглядеть очень очень много ошибок следующее наше занятие второе будет полностью посвящено тестированию пользовательского интерфейса там есть свои правила написание сообщения об ошибках баг репорт вы будете у нас можно сказать крутыми такими репортерами ошибок это не хитрая наука она даже если писать вот скажем на английском языке я считаю что 200 200 слов словарном запасе достаточно люди которые слишком много всего знают по-английски они тут начинают сочинение писать это это не надо сочинение это технический язык там ничего такого нет системы учета ошибок то есть базы данных в которых ведется учет ошибок планирование тестирования и документация в тестировании это у нас еще занятие будет и у нас будет два небольших проекта в которых мы от отшлифуем как быть эти навыки ну не очень глубоко но так более-менее мы поговорим о типичных вопросах на интервью мы пройдем через то что спрашивают на интервью и у нас будет занятие о том как искать работу в соединенных штатах я просто как в других странах не знаю как надо искать образе и что ты знаю неплохо и если это займет там не одно занятие а два или три мы сделаем два или три я просто сейчас делюсь планом который есть что еще значит если мы говорим про изменение профессии то в основном это изменение которое происходит в самом человеке это нет не то что он там что-то выучил но он должен какое-то решение принять он говорит себе я меняю профессию он говорит я готов потратить время я готов нет не отступать перед трудностями там и и так далее то есть это сложный такой процесс на самом деле там очень много всего вовлечено даже вот например поддерживают ли вас люди которые близкие ваши люди или они говорят вам не занимайся ерундой это тоже на многих людей влияет и очень много судеб не состоялось только из-за того что вот кто-то рядом там не поддержал мы как учебное заведение но и в этом курсе тоже соответственно мы не в бизнесе по урокам то есть ну конечно мы преподаем и мы на практику ребят посылаем и там резюме и все на свете но все-таки мы в бизнесе по смене профессии и вот в этом качестве я думаю мы какую-то ценность представляет какой-то интерес и вот есть смысл нас служит так вот наш курс он по смене профессии по большому счету он не по деталям тестирования программного обеспечения это целый мир это инженерная наука и так далее то есть я буду абсолютно доволен сказать своей работой если это поможет людям работу получить я не в какой мере не как сказать не чувствую себя ответственным за то как человек растет в профессии вот как хочет так и растет это уже его дело вот поэтому мы учим в этом курсе двум вещам как получить работу и как на ней удержаться поэтому мы вот на основе этого мы решаем что мы включаем в этот курс и что мы покрываем поэтому мы учим там скажем как писать баг-репорты мы учим как искать работу и ну и еще многим всякими скажем график юзер-интерфейс помогает удержаться на работе вы пришли на работу еще нет никто от вас вообще ничего не ждет а вы уже первый день там 20 ошибок репортов написали все говорят ничего себе тестер к нам пришел вот ради этого мы это делаем так что просто чтобы был понятен фокус чтобы я я бы не хотел чтобы не сказали послушайте а почему так простенько почему в глубь не пошли потому что это не безумно технический курс то что мы сейчас делаем как бы задумано так что еще у нас есть в домашнем задании к первому занятию у нас там есть вопросы которые задают на интервью вообще там есть линк на вопросы их там много а есть еще занятие за занятием так вот те вопросы которые у нас есть которые мы вам даем для изучения с ответами вместе даем эти вопросы покрывают 95 процентов всего что вас реально могут спросить на интервью в силиконовой долине если вы будете искать работу тестов я не говорю что это будет работа менеджера и я не говорю что это будет работа какого-то senior level специалиста ну вот в том диапазоне в котором наши ребята ищут работу это где-то вот в зависимости от того насколько технически они в прошлом в образовании там и так далее ну где-то вот в диапазоне 25 там тире 35 долларов в час вот это где 9 из 10 находит работу здесь когда они после после практики так вот вот в этом диапазоне вот их спрашивают кое-что и эти вопросы мы вам даем с ответами и мы ожидаем что вы их разучите потому что иначе вы не сможете там дальше двигаться вопросы мы вам даем по-английски и ответы к ним даем по-английски значит вопросы присланы нашими студентами их задают локально здесь силиконовой долине в той нише где люди начинают более-менее работать и ответы есть на видео записанные у нас и мы их отрабатываем в тестах вам у нас есть онлайновые тесты вы будете отвечать в частности вот один тест есть в домашнем задании к сегодняшнему уроку и соответственно в классе мы это будем обсуждать то есть это как бы наш вклад в то чтобы получать работу по специальности теперь мы смотрим вот у нас пять вопрос у меня на экране я надеюсь у вас тоже типичные вопросы на интервью что такое качество спрашивают когда мы отвечаем на вопрос на интервью мы находимся в такой в таком состоянии конкуренции да то есть мы же там не одни вот может быть на эту позицию там три человека они интервью и то есть мы должны как-то вот выиграть эту конкуренцию поэтому всякий ответ который мы даем он относительно конкуренции попадает либо в зону негативную либо в нулевую либо в положительно значит отрицательную нулевую положительно отрицательно если вы какую-нибудь ерунду сказали и произвели плохое впечатление 0 это как все вот вы такой же как всем ничем не лучше и положительное когда вы сказали что то что лучше больше людей на вопрос что такое качество говорят какую-то ерунду я почему знаю потому что я спрашиваю все время и слышат, что говорят, они говорят все, что угодно, и мы не будем даже на это смотреть, а мы скажем, что качество, есть два взгляда на это, две позиции, из которых люди на это смотрят, значит, первая позиция – это люди извне, вот то, что у нас называется Customer Satisfaction, то есть люди довольны чем-то, и если вы говорите, даже вот в софтверной компании, если вы будете говорить с менеджментом, с начальниками всевозможными, для них это то же самое Customer Satisfaction, ничто больше, но если мы с вами тестеры, если мы внутри профессии находимся, то для нас качество определяется тем, насколько близко или далеко находится вот этот программный продукт, ну или любой продукт, в данном случае речь не шла о программном, вот тот продукт от того, чем он должен быть. Для ответа на интервью я бы сказал, что вы попадаете в положительную зону, если вы вместо одного ответа вы даете оба, вы говорите, вы знаете, это очень интересный вопрос, и зависит от того, значит, кто смотрит на это, но для кого-то это Customer Satisfaction, и это очень субъективная вещь, потому что поскольку эти вот Customers, потребители, они разные, соответственно, у них разное понимание качества и так далее, но мы внутри профессии, для нас это то, насколько продукт соответствует требованиям. Соответственно, тестирование софтвера, что такое Software Quality, да, тестирование качества программного обеспечения, но у нас есть требования, и мы как тестеры говорим, что соответствует ли наш софтвер требованиям, и с точки зрения менеджмента, и с точки зрения пользователей, вот насколько им нравится этот софтвер. Вот, собственно, то же самое. Что за разница между Software Testing и Software Quality Assurance? Это две разные области. Значит, тестирование, это, ну вот мы глубже потом заберемся, но вот сейчас мы скажем, что тестирование это из области обнаружения ошибок в коде, и для этого надо иметь код. То есть, если мы посмотрим на процесс разработки программного обеспечения, то вот есть момент, когда код появляется, и можно его тестировать. Software Quality Assurance, это, в общем-то, достаточно другая профессия. Software Quality Assurance, мы говорим, давай-ка посмотрим на процесс разработки программного продукта. Не на сам продукт, на процесс его разработки. И давай-ка посмотрим, как этот процесс сделать лучше, так, чтобы качество софтвера было в итоге выше. Поэтому, это два разных мира. Значит, некоторое смущение привносится тем, что на рынке труда, вот если вы посмотрите на американский рынок, вам не сложно, вы можете пойти на Craigslist, на Dice, на Monster.com, и вы увидите, что люди, которые пишут объявления о найме, они абсолютно никакой разницы не делают. Для них это все одно и то же. Тестирование Quality Assurance, там, ну вот одно и то же все пишут. И это как бы народ смущает и сбивает с толку. Но, если мы учим с вами теорию вопроса, то тестирование это все-таки больше вот относится к коду. Мы смотрим на код, а Quality Assurance относится к процессу разработки кода. Разные объекты у этих двух наук. Значит, вопрос тоже вот номер четыре. Возможно ли найти и починить все ошибки в программном продукте перед тем, как он пошел к пользователю? Абсолютно невозможно. Я вам больше скажу, даже не только то, что вот там можно ли все найти. Даже то, что уже нашли и то, что в бактрейтинг системе сидит, очень много они просто не успевают починить, у них возможности нет такой, времени нет. Поэтому следующий вопрос номер пять. Они говорят, ну хорошо, а что ты тогда делаешь? Вот ты тестируешь, ну и в чем смысл твоей работы, да? Почему ты тестируешь? И мы пытаемся сейчас прийти с ответом на пятерку, то есть ответом, который вас в положительную туда зону отводит. Потому что большинство людей, они говорят, ну хоть что-то сделай лучше что-то, чем ничего. Другие говорят, ну хотя бы мы наиболее критические там проблемы нашли и так далее. Это такой общий ответ. Мы немножко так лучше хотим быть. Мы смотрим на тестирование как на бизнес. у нас же организация, правильно? Всякая организация существует для того, чтобы какие-то процессы в ней были созданы и так поддерживались на хорошем качестве. Так называемые бизнес-системы. Какие бизнес-системы в софтферной компании? Разработка, тестирование, администрирование, отношения с инвесторами, отношения с клиентами и бухгалтерия. Это все разные системы. Так вот в организации, которая занимается тестированием, вот у нас, допустим, небольшой департамент, три человека, двадцать три человека. Вот у нас есть компания, здесь берет наших студентов, самая большая из тех, что у нас есть, она берет, у них 300 человек департамента по тестированию. Так у них там и, конечно, у них там и рекрутинг свой, и бухгалтерия своя, и бюджет свой. Но вот с точки зрения тестирования, какие есть основные системы? Вот есть система планирования, есть система написания репортов, сообщения об ошибках, есть система учета ошибок, когда она уже пошла, ошибка в систему. Дальше что? Есть автоматизация, есть сертификация софтвора на то, чтобы он был выпущен и пошел уже к клиенту. Вот есть пять систем. Может и больше быть, может и этих пяти не быть. Но раз уж вопрос стал о том, собственно, а что мы делаем? Вот мы каждый день приходим на работу. Над чем мы работаем? Я люблю такую байку, как идет прохожий, видит два землекопа копают траншею. Он нам говорит, ребята, а что мы копаем? Они говорят, траншею один говорит, видишь, траншею копаем, другой говорит, вот ты посмотри вокруг, что вокруг, вот ничего вокруг, степь. Он говорит, правильно, а через пять лет здесь будет самый красивый город, здесь будет город будущего. Вот мы город будущего строим. Так вот, вы можете искать ошибки, то есть делать тестирование. Это вы будете траншею копать. А если вы работаете над системами, это уже из области quality assurance больше, то есть вы создаете систему, то вот эта система, она определяет уровень качества, который будет потом в этом софтворе. Потому что если у вас, например, есть хороший тестер, и он уволился, и у вас нет документации никакой, и у вас нет никакой системы, в которую можно подгрузить другого человека, и он быстро выйдет на тот же уровень, вот тогда у вас проблемы. Вот поэтому мы, тестируем для того, чтобы работать над системами. Мы каждый день идем на работу, и мы работаем над системами. А вот уже эти системы, они позволяют нам высокое качество продукта поддерживать. Теперь у нас последний, по-моему, слайд в этой системе. Мы говорим, какие у нас наиболее такие общие виды тестирования. Есть тестирование, я их специально в группы объединил. В принципе, там легко можно насчитать свыше сорока видов тестирования. Но в данном случае мы посмотрим, может быть, на 15. Первая пара, я их специально в группы, чтобы границу провести было легче. Значит, позитив и негатив, я не буду переводить, но положительное и отрицательное тестирование. Значит, идея позитив тестирования состоит в том, что вы должны убедиться, что если пользователь делает все, что мы от него хотим, то есть он правильный пользователь, хороший, то и система ему даст то, что система должна ему дать. Когда я тогда программистов друзей спрашивал познакомить меня с тестерами, так они говорят, так мы же сами тестируем. Вот они позитив и делают. Они убеждаются, что они действительно могут, ну, софтвер сделает то, что должен сделать. Отрицательное тестирование – это гораздо больший объем, и мы должны убедиться, что система будет правильно работать, даже если пользователь начнет чудить. А пользователь обязательно начнет чудить. Понимаете, мы как бы ожидаем это, мы понимаем, чем мы занимаемся. Так вот, мы не конкурируем с девелоперами, с программистами за то, кто чего тестирует. Значит, положительное тестирование мы делаем вместе, и они делают, и мы делаем, а негатив тестинг, ну, вот мы делаем в основном. И это гораздо больший объем. Теперь, black box и white box, черный ящик, там, белый ящик. Идея в том, на каком уровне мы находим ошибки и сообщаем о них. Black box – идея такая, что я кода не знаю. Вот я пользователю, мне дали черный ящик, вот я смотрю, что не так. Вот подал на вход, посмотрел на выход. То есть идея вот этого вот состоит в том, что человек не знает кода и ищет ошибки с поведенческой, как бы, стороны. White box – это когда ошибка ищется со стороны кода. Этим занимаются программисты очень много, этим занимаются специально люди, которые, вот, white box тестеры, вот они, такая узкая группа очень интересная, их немного. И на самом деле очень важно не то, кто делает тестирование, а то, как оно делается. Потому что, например, программист пишет код, нажимает кнопочку, запускает то, что он там пишет, и пытается с ним работать как пользователь. То есть в этот момент он делает тестирование черного ящика. Поэтому это не то, что кто это делает. Если вы, например, black box тестер, но вы немножко так ориентируетесь HTML, JavaScript, вы можете страничку открыть, там код на нее посмотреть сзади и показать на ошибку в коде. И вы при этом не то, что вы там какой-то white box тестер или программист, но вы можете в коде показать на ошибку. Поэтому это не то, кто это делает, это то, как это делается. Unit integration system testing. Значит, юниты – это некоторая функциональность, которую описывает, которую кодирует программист. Вот ему говорят, будешь делать вот такой юнит, такой юнит, такой юнит. архитектор системы, когда говорит, как это все будет происходить, какие там модули и как они друг с другом общаются. Вот эти модули называются юниты. И программист тестирует вот это white box тестирование, делается программистом со стороны кода. Integration – это когда у вас есть несколько, не обязательно юнитов. Если программист смотрит, как несколько юнитов работают вместе, он делает integration testing со стороны white box. Black box tester может тоже делать integration, когда он смотрит на какую-то функциональность, которая ему, как пользователю, понятна. Он не знает, какие там юниты. И он смотрит, как, допустим, создание файлов и распечатка вместе работают. Создание файлов – одна функциональность, распечатка другая. Вот он смотрит, насколько они интегрированы вместе хорошо. И системное тестирование – это тестирование, которое нам, собственно, без разницы, какие там юниты мы и знать не хотим. Вот мы находимся в положении пользователя и выполняем какую-то сложную задачу. Допустим, создаем там накопительный счет в банке. И вот там много-много шагов на пути. Вот это системного уровня тестирования. Функциональное тестирование – regression и acceptance. Функциональное тестирование – мы должны убедиться, что вот та или иная функциональность правильно реализована. Имплементирована, мне хочется сказать. Вот правильно сделана. Ну, сколько-то шагов вы делаете, и в какой-то момент вы говорите – да, сделано, да, все хорошо. Дальше что происходит? Каждый раз, когда программисты касаются кода, как бы, в том смысле, что они его меняют, в этот момент они могут что-то сломать. Я слышал такую цифру, там, 28% вероятность, я не могу сказать, что это достоверный источник, но вот некто мне сказал. И я думаю, что, в общем, да, это похоже на то, что я видел в своей жизни. Есть большая вероятность того, что из самых лучших, так сказать, побуждений, там, дописывая что-то, меняя, там, и ошибки исправляя, ломается то, что вчера работало. Поэтому вот этот regression testing, его задача – убедиться, что не сломано ничего из того, что вчера еще работало, в предыдущем, так сказать, продукте работало. Acceptance – это когда мы что-то accept или reject, когда мы принимаем что-то или не принимаем. Есть, например, тестирование, когда дают новый билд, новую версию продукта, и мы должны в тестировании, в QA, мы должны сказать, берем мы его или не берем. Потому что сам процесс создания этого билда, он тоже, в общем, чреват ошибками. И чтобы сэкономить время всей команды, мы одному человеку говорим, «Поди, вот, посмотри, как он, если все хорошо, мы тогда все переключаемся». Вот есть такой вид тестирования. Есть вид тестирования, который называется user acceptance. Это когда специалисты в предметной области, не тестеры, специалисты в предметной области тестируют софтвор в интерес к пользователю. Вот как бы такой вид тестирования есть. Validation и verification. Verification – это когда мы смотрим на то, насколько софтвор правильно пишется, то есть в соответствии с требованиями. Validation – это когда мы немножко на требования сами начинаем посматривать и говорим, вот тут бы надо добавить, там бы надо убрать. То есть как бы validation отвечает на вопрос, систему-то мы правильную делаем, нам это то, что мы хотим. А verification отвечает на вопрос, ну вот то, что мы хотим, мы так правильно делаем-то или что. Про ad hoc и exploratory мы уже поговорили, и собственно мы и про structure поговорили. Ad hoc – это когда все одновременно происходит и планирование того, что мы делаем, и исполнение, и, так сказать, мы учимся на этом. А exploratory – мы немножко так, есть разница во времени, то есть мы сначала подумали, ну быстренько тоже, сначала подумали, тут же сделали, тут же осмыслили и пошли дальше. Вот примерно то, о чем мы должны были сегодня поговорить. Мы закончили нашу презентацию, и сейчас мы вот что сделаем. Я пойду посмотрю на ваши вопросы. Если вы хотите поднять руку и что-то там сказать, спросить и так далее, у нас есть возможность. Вы на самом деле очень такой вопрос больной задаете, кто готовит тест-кейсы, сколько людей в компании. Очень много есть компаний, где ни одного тест-кейса нет, где вообще документации никакой нет, к сожалению. Поэтому для того, чтобы были тест-кейсы, это уже должна быть компания, у которой есть деньги на тест-кейсы. Вот у нас в Силиконовой долине здесь локально, здесь очень много компаний, которые не знают, закроются они там через три месяца или через год или нет. И если вы подумаете, вот скажем, сегодня есть 10 стартапов, сколько из них проживут там три года? Ну, совсем немного проживут. Поэтому им просто не до тест-кейсов. И ответить на ваш вопрос как бы связано невозможно. Вот как бы вопрос-ответ. Зависит. Знаете, зависит. С возрастом и с опытом, значит, когда вопрос задают, вот все чаще и чаще начинаешь со слов. Зависит. Понимаете, нет ответа. Я тут читаю, спрашивает кто-то, кто готовит тест-кейсы как документ? А это вы. Ну, тестер. В основном тестер, конечно. Но может не быть никаких тест-кейсов. Нет, так не бывает. Если тестер whitebox-тестер, то он и whitebox-тестер. Если он blackbox, то он blackbox. Он просто не может делать whitebox, поэтому он blackbox. Если вы можете делать whitebox, вы не хотите делать blackbox? Если вы можете делать работу, за которую платят, скажем, 75 долларов в час. Что же вы будете делать работу, за которую платят 32? А кто вас на следующее потом возьмет, и что вы им будете рассказывать? Понимаете? И кто же вам будет платить 75, если можно кого-то взять на 32, и он будет это делать? Поэтому тут нет такой процентовки. Это просто разные профессии, совершенно разные профессии. Тут вот спрашивают, из видов тестирования, какие наиболее используемые виды? Да нет никаких используемых видов. Но вот есть функциональность. Это обязательный момент. Мы должны убедиться, что оно сделано правильно. Есть regression. Каждый раз, когда меняется код, надо посмотреть, что ничего не сломано. Но это довольно как бы regression, это очень распространенный. Но это зависит от самых разных обстоятельств. Я бы так сказал, что по мере того, как разработка софтура продвигается из стадии в стадию, меняется фокус у тестирования, меняются виды деятельности тестера. Если вы возьмете книгу Каннера, я надеюсь, у вас есть на русском языке. Значит, вот там есть глава третья. И там очень подробно разбираются этапы разработки софтура и что тестеры делают на разных этапах. И очень много описаний идет разных видов тестера. Я просто никогда не читал это по-русски. Мне трудно их назвать вот так, как они там называются. Хотелось бы увидеть профессию на примере, если можно. Я не понимаю, что такое профессию на примере. Но я могу сказать, что весь наш класс состоит в том, что мы смотрим на примере. Мы будем делать несколько проектов, мы будем делать тест-кейсы, мы будем делать баг-репорты. И мы все это будем делать в большом количестве. Я бы так сказал, что моя философия в этом смысле такая. Если вот, например, я сам, я даже не про вас, я говорю про себя. Если я делаю десять начинаний, из которых одно оказывается очень успешным, то все люди, которые вокруг меня смотрят, они говорят, боже, они говорят, такого успешного человека в природе не было. Они же не знают, что я девять раз обломился. Они смотрят на меня, говорят, ты смотри, какой у него дом, какая у него машина, как это у него все круто. Они же не понимают, что за этим стоит. Поэтому никто не может вам сказать, что вот вы пошли этим путем и он будет у вас успешным. Это вы должны сами для себя чувствовать. Вот если у вас есть драйв, если вы хотите это делать, ну так и делайте. Получится хорошо, не получится тоже хорошо, потому что вы что-то делали, вы чему-то научились. Следующие ваши действия будете делать на другой ступени. Боязнь обломиться сама по себе это катастрофа. Понимаете? Невероятное количество несостоявшихся судеб происходит от того, что человек боялся обломиться. А что ты боишься? Что тебя откусит, отрубит, что тебя посадят? Ну то есть не делает точно, что посадят? Ну конечно, зачем? Но в рамках нормального. Ну и отлично, что ты там деньги потерял? Да отлично, если ты умнее стал. Страшно же не потерять деньги, страшно не заработать. Вот это страшно. Поэтому я так считаю, я не знаю как. Поэтому если вы чувствуете, что вам хочется, так и вперед. А если вы чувствуете, что вы не знаете, ну так и не надо ничего. Никто же за вас не решит. Я так понимаю. Я могу сказать такую вещь. Вот где я действительно опасаюсь. Вот когда к нам люди приходят, и я их вижу глазами. Я боюсь тех, которые пустые глаза. Я понимаю, что им ничего не светит. Они никому не понравятся. Я очень боюсь людей, которые приходят и говорят, вот там Вася у вас был. Вот у него получилось. Но если у Васи получилось, так это я тоже могу. Ни разу такого не было. Ни одного разу, чтобы кто-то говорит, Вася может я могу? Нет. Понимаете? Поэтому вот есть какие-то такие опасные зоны. Ну вот так. Не-не, подослушайте. Если вы мне говорите, Миша, вот я решил, что я это делаю, так? Меня ничто не остановит. Шесть месяцев, так шесть, там три, так еще лучше. Значит, вперед. Девяносто пять процентов, что вы уже там. Потому что нечем у вас остановить. Ну а что такое? Что вы там не подучите эту ерунду, которую знать надо? В техническом плане ничего такого тут нет, что надо знать. Я вам пример такой расскажу. У меня есть девочка. Ну, студентка. Индийская девочка. Ну, в смысле не американская, а вот из Индии. Красавица. Ее можно вот в индийских фильмах снимать, она там всех забьет. 23 года. Ребенок вообще. Закончила университет в Америке по Computer Science. Она замужем. У нее муж такой. Мужик вот заботливый, как с ребеночком с ней ходит. И она... У нее, видите, страсть к компьютерным сетям. И она за год после окончания университета, она как собака породистая в медалях, вот так она в этих сертификатах. Там у нее и сиска, и то, и все. Ну, вся в этом деле. У нее было невероятное количество интервью. И учитывая, что у нее свободный английский, что она красивая девчонка, что у нее американское образование, ни одного интервью она не получила работу. И начала психовать на этой почве. Муж ее ко мне привел сюда. И, значит, она... Ну что, она там три месяца поучилась. И мы ее послали в три места на практику. Ее во все три места взяли. Но в одном из трех мест ей там не на три месяца там чего-нибудь. А ей говорят, ты знаешь что, не надо тебе никакой практики, мы тебе вот там вот эти 60 тысяч там будешь у нас... Вот тебе постоянная позиция. Она ее взяла. Она плакала у меня на плече такими слезами, знаете, как вот фаланга моего пальца. И... А у меня здравие на ручище. И вот, значит, что произошло? Ее технические знания были в 10 раз больше, чем на самом деле было нужно в тестировании. Вот этого ей не хватало, чтобы получить работу в сетях. Ну, конечно, там еще бывает, что надо и под стол залезть, и с проводами поработать. То есть не всегда девочку возьмут. Но просто я что хочу сказать, в тестировании не это важно. В тестировании то, что вы приносите, вот ценность основная, которую вы приносите туда, это ваше отношение к жизни, ваше внимание к деталям, ваше желание что-то изменить. Там, конечно, есть очень широкий диапазон задач, которые требуют серьезного технического такого знания. Но начать работать можно, имея очень немного. Поэтому главное, за что вас возьмут на вашу первую работу, это то, что вы будете рваться в бой. Ну, конечно, надо что-то знать. Ну, конечно, вы должны там и баг-репорт написать, вы, конечно, должны там с тест-кейсом, вы должны поддержать разговоры интеллигентные. Но ничего сложного, что в этом нету. Полным-полно проектов, которые вы можете там просто потренироваться, делать из дома в онлайне. Миллион всего мы будем говорить об этом. Как вас можно остановить? Вы знаете, я вам случай расскажу. У меня есть приятель тут на местности, он стоматолог из Минска, парень. И я как-то ему так, ну, я любопытный, я ему говорю, слушай, а вот когда ты с человеком работаешь, вот есть какие-то виды работ, которые выгодно делать, а какие-то невыгодно. И я понимаю, что он, когда счет выставляет в страховой компании, он по-разному, там, они ему платят, но он говорит, Миша, он говорит, ну, вот ты как тебя представляешь, пришел к тебе человек, ты ему, значит, открыл рот, ты ему там вот это сделала, говорит, а это ты к Крабиновичу пойдешь. Остаток. Так не бывает. У нас то же самое. Вы делаете то, что нужно делать. Если вы участвуете в проекте, ну, хотя бы там, я не знаю, несколько месяцев, то он пройдет несколько циклов. И когда он пройдет эти несколько циклов, то вам придется практически, ну, я не знаю, там, пару десятков видов тестирования поделать. Вы не можете быть специалистом вот в каком-то там regression testing или там в exploratory testing или там functional testing. Очень часто название вида тестирования происходит не от того, что вы делаете, а от того, зачем вы это делаете. Вот, например, когда мы говорим functionality testing, да, это мы хотим увидеть, что имплементирована функциональность, она есть. Regression. Мы, может быть, те же самые тест-кейсы выполняем, но мы при этом имеем другую задачу в голове. Мы говорим, мы хотим понять, что оно там не сломалось. Ну, конечно, обычно то, ради чего мы это делаем, влияет на то, что конкретно мы для этого делаем. Ну, в общем и в целом, как бы, я бы не стал на виды тестирования вот так замыкаться. Есть профессии. Вот, скажем, white box тестирование – это профессия. И black box тестирование – это другая профессия. Автоматическое тестирование – это профессия. Нагрузочное тестирование – это профессия. Сейчас, например, вот очень специализация такая пошла на тестирование мобильных всяких, но не устройств, но устройств само собой, но мы не в устройствах, мы в софтвере. Приложений, да. Вот. Это тоже сейчас отдельная невероятная ходовая такая вещь. Поэтому вот это тоже как бы, ну, не профессия, ну, как бы, да, такое направление в профессии. Тестирование там, допустим, security – ну, конечно, это отдельная профессия. Тестирование бэкэнда – это, в общем-то, когда люди сидят там и в сиквеле, значит, там пишут, и пишут, и пишут. Еще интерфейсов-то никакого нет, понимаете. Поэтому много чего есть. Но это не то, что вот там regression, acceptance, там, вот это не важно. Вы будете делать в любом направлении, где вы будете идти, вы будете запускать свой автоматический тест, там, для функциональности, для regression, там, для нагрузочного, там, и так далее. Я это так объяснил бы, вот, не уходя глубоко в это во все. Ну, давайте так. Есть два мира. Это разные два мира. Это, на самом деле, даже разные две профессии. Есть такое понятие mission critical software, да? То есть, вот, допустим, есть такие случаи, ну, вот, летел себе самолет там над Гаяной какой-нибудь, и вдруг у него раз там ядерная бомба отвалилась, куда-то там в джунглях найти не могли. Понимаете, это бывает. Вот. У меня есть случаи, вот, я там на форуме писал, как у моей жены был начальник, QA-менеджер, он был до этого в НАСА работал. И я ему говорю, там, как-то, я говорю, о, как у тебя ребята сидят там, пашут, смотри, там, действительно, армейская такая дисциплина у него была. И он говорит, это что, это тестирование? Говорит он, вот в НАСА мы тестировали. Говорит, понедельник тестируешь, вторник, среда, четверг тестируешь, а в пятницу взлетаешь. Понимаете, какая ответственность тестера? Ну, по-всякому бывает. Но, значит, что надо понимать, как бы вот в американской системе происходит так. Есть организации, которые контролируют, подписывают, разрешают. Например, если мы говорим про тестирование программного обеспечения, то есть очень большая сфера, это когда компании находятся под Food and Drug Administration. То есть они делают для медицинских, так сказать, нужд. И там у них даже слово тестирование не очень применяется. Применяется слово validation. То есть validation – это когда на соответствие требованиям. И чудовищные деньги тратятся. Понимаете, там каждый микрон там задокументирован, запротоколирован. Просто не каждый человек выдерживает там работать. Я знаю, сколько-то людей, которые там работают. Это очень специфический народ. Это не каждый может. Вот есть компания рядом. Они у нас всех докторов, микробиологов туда подбирают. Вот они медицинские приборы для крови, измерения. Это профессия, отдельная совершенно профессия. То, что мы вот рассказываем в этом курсе, это тестирование софтвора вот в таких, ну можно сказать, стартапчиках, в таких компаниях, которые делают потребительский софтвор. Даже, например, если это в банке, у нас очень много наших ребят работает в банках. И в компаниях там, скажем, виза, да, интернашнл, там, кредит-картная. Это, конечно, очень похоже на то, что мы рассказываем, но там много денег в обличено. И там все очень документировано, и там эти тест-кейсы, и бизнес-аналисты, и все очень по-серьезному. Значит, тестер, как и любой другой сотрудник компании, не несет никакой ответственности уголовной за то, что он делает. Его могут уволить, если он что-то там не то сделал. Компанию могут судить. Вот если, например, вы сделали продукт какой-то или софтвор какой-то, и кто-то пострадал на этой почве. Вот есть там судебные разбирательства, вас могут привлечь и так далее. Но тестер не отвечает ничем, кроме того, что его могут выгнать. Что, в общем-то, для многих большое счастье между нами. А то они сидят, 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 сидят. Лучше не портачить. Никто не выгоняет человека за то, что он добросовестно совершил ошибку. Все совершают добросовестные ошибки. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не совершать ошибок. Если это живой человек, а не робот какой-то. Ну, я не знаю на этот счет, но просто я к чему говорю, что никакой такой ответственности нет. Над тестером есть менеджмент. Над менеджмент тестером есть менеджмент. Еще там несколько слоев. Ничего такого там нет. Так, пожалуйста. Значит, давайте я почитаю, что у нас тут в вопросах. Вы упомянули книгу Каннера. Какую литературу для нашего курса вы рекомендуете? Ну, я считаю, что книги Каннера достаточно для того, что мы тут делаем. Мы в школе по ней учимся. Я не хочу сказать, что книга Каннера идеальная. Мне очень многое не нравится в этой книжке. Но я лучше не знаю. Понимаете? Поэтому нормальная книжка. Теперь, если не особо разбираешься в программировании, нужно ли ориентироваться на black box testing. Развиваться в этом направлении. Я вам скажу так. Если вы хотите идти в эту профессию, значит, быстренько найдите себе работу. Ну, подучите black box testing. Найдите себе работу. И развивайтесь на здоровье. То есть гораздо лучше развиваться, уже имея работу. Да? И когда уже счетчик тикает как бы на вас. Нежели вот стоять там на платформе. Понимаете? И ждать там мимо. Электричка прошла. Вторая прошла. Третья прошла. Да ты спрыгни в какую-нибудь. Там уже перейдешь с места на место. Ну, не стоять же на месте. Поэтому я так считаю. Если вы идете в профессию, конечно, надо в ней расти. Конечно, надо будет учить языки программирования. Ничего сложного в языках программирования нет. Если только не ходить на русские форумы, где шпана полуграмотная сидит и всем объясняет, какие они крутые. Ну, так, ну да. Ну, а что со шпаной-то? С серьезными людьми поговорите и все. Я вижу тут. Вот вы не знаете, сколько в эмиграции людей переучилось на программистов. Там за три-четыре, там за пять месяцев у нас приходят надо ребята. Я вижу, что им не надо в тестеры. Они больше могут быстро. И у нас тут есть несколько программистов, которые просто репетиторством занимаются. Не то же там деньги какие-то, но просто любят это дело. И три-четыре месяца работают у них ребята. Поэтому ничего такого там нет. Ну, где можно скачать для прослушивания? Я же сказал. Вот страничка. Портнот.ком. Слэш. Рул. И вот все там будет. Уже завтра все будет. Так, я смотрю какие вопросы у нас тут. Вопросники. Хотелось бы услышать, значит, как искать работу в США. Хотелось бы услышать с акцентом на нерезидентов. А мы так и сделаем на нерезидентов. На нерезидентов, что нам по-английски сделаем. У нас есть, кстати. Вопрос о QA System. Правильно ли я поняла, что система тестирования отличается от просто тестирования тем, что система это некий алгоритм или последовательность действий, который создается тестером и который впоследствии может быть использован другими тестерами. Это алгоритмы унифицированы, либо каждый тестер сам разрабатывает свой алгоритм. Вы работаете в команде. Значит, у вас есть менеджер. Соответственно, в этой команде под этим менеджером у вас есть некоторые процессы. Может оказаться, что под одним менеджером 3-4 команды. И они делают разные куски проекта. И может оказаться, что куски настолько разные, что разные совершенно процессы. Вот я, например, был QA менеджером в компании Daytimer Technologies. И там было две линии продуктов. Значит, одна линия была чисто софтферная. Это был такой Daytimer Organizer. Это, ну, такой Personal Information Manager. Да, там, расписание, address book и так далее. А вторая линия продуктов, это были мышки и трекболы. И я вам хочу сказать, настолько разное все, что, я бы сказал, просто ничего общего между ними нет. И у нас был один департмент, я был один менеджер. Но тестеры были одни и те же ребята тестировали обе линии. И я хочу сказать, что вот как в двух разных компаниях мы работали бы на разных концах планеты. Поэтому это все очень-очень узко специально. Ваш менеджер, например, может быть очень техническим человеком. И он видит все процедуры с точки зрения того, вот как там что-нибудь спланировать тестирование технически. Ваш менеджер может быть административным человеком, которого перевели, скажем, из technical support или там customer support. И вообще у него все категории в голове. Это расписание, это ресурсы, значит, когда, кто, чего, вовремя линии там сошлись, разошлись и там проект сдан. И это будет очень сильно влиять на то, как ваши системы работают. Поэтому я бы сказал, что минимум унифицированности и надо быть готовым к тому, что вы когда из компании в компанию переходите, вы можете очень сильно удивиться тому, насколько все это разное. И это нормально, надо просто, если вы в профессии работаете, то вы говорите, нормально, значит, мы готовы к тому, что разное. Ничего страшного, это обычное дело. Тут пару часов, пару дней и ты привык и пошел дальше. Это как вот с машины на машину пересесть.